Всем привет! Это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить домашние глазированные сырки из творога. Это очень вкусно, просто и дешево. Этот рецепт я нашла на просторах интернета когда-то, и на самом деле была удивлена, потому что не все в интернете, все, что находишь, бывает вкусно. Но этот рецепт очень вкусный. Никогда не знаю, кто его придумал, но кто придумал, тому спасибо. Итак, готовим. Нам понадобится желатин. Высыпаем его в мисочку. И вода. Разбавляем водой. Значит, вода должна быть комнатной температуры, не горячая, не теплая. Просто комнатной температуры. И заливаем его. Посмотрите, вот так. Его нужно отставить, чтобы он набух. Нам понадобится творог, причем совершенно любой творог любой жирности, домашний, магазин и все равно какой. Нам нужно его выложить вот сюда, вот в чашу блендера. Для чего? Нам нужно его перебить, чтобы он стал очень-очень мягким, таким воздушным, кремообразным. Все перебили. Посмотрите, какая кремообразная масса у нас получилась. Вот так. Если вы купите уже такой кремообразный творог, уже такие есть сырковые массы продаются, перебитые, то тогда отдельно перебивать не нужно. Теперь белки высыпаем в чашу миксера. Нам нужно взбить белки до густой густой пены. Уменьшили скорость до минимальной. Отправляем сюда ваниль или ванильный сахар. И обычный сахар тоже засыпаем. На две части разделить нужно сахар. И вторую половину сахара. Значит, нужно размешать до того состояния, чтобы сахар не чувствовался. Посмотрите, какие густые белки у нас получились. Посмотрите, очень-очень густые. Теперь сюда отправляем несколько ложек творожной массы. И перебиваем. Значит, сначала на медленной скорости, потом ускоряемся. И так отправляем весь творог. Отправляем сюда последний творог. Значит, смотрите, теперь взбиваем все не меньше 4 минут. Не меньше. Потому что белок должен хорошо соединиться с творогом. Поэтому на самой высокой скорости вот так вот долго будем взбивать. Все выключаем. У нас получилась очень такая нежная воздушная масса. Теперь нужно приготовить формочку. Я беру вот такую вот форму. Я беру квадратную форму. В принципе, только потому что в ней удобнее резать. Но Вы можете взять совершенно любую форму. Стилаем ее пергаментом. И теперь нам нужно пересыпать то, что у нас получилось, вот сюда в нашу форму. Вот так. Все хорошо распределяем. Причем так распределяем, чтобы одинаково было по толщине по всей поверхности. Посмотрите. Вот таким образом. Когда все хорошо расправили, посмотрите, как ровно. Можно немного постучать по столу, чтобы уже точно оно распределилось ровно. Теперь разогрейте духовку до 180 градусов. В горячую духовку отправляем в творог ровно на 15 минут. Нам понадобится небольшая мизочка, которую можно ставить на огонь. Сюда выливаем молоко. В молоко высыпаем желатин. Он у нас застыл. Посмотрите, видите, набух. Сюда выливаем желатин. И мы должны помешивать молоко до полного растворения желатина. И только после того, как желатин растворится, мы будем вводить другие продукты. Желатин растворился. Посмотрите, желатина нет. И молоко стало такое хорошо горячее. Оно еще, конечно, не кипит, но уже хорошо горячее. Сюда отправляем сахар, крахмал. Сразу вот так все засыпаем и все. Какао. Какао берите вкусное, потому что чем вкуснее какао, тем вкуснее получится наша помадка. И желтки. 4 желтка нам понадобится. Все это хорошо перемешиваем до однородности. На медленном огне все это варим до загустения. Оно должно загустеть. Если у вас образовались комочки, но у меня их очень мало, поэтому я не буду разбивать блендером, то вы можете взять венчик и мешать венчиком. Или блендером. Прямо здесь взбить блендером, если вдруг у вас образовались комочки. Такое иногда может случаться. Я на самом маленьком огне все время помешиваю и особенно вот по дну, чтобы у меня не подгорело ничего. Посмотрите, как начало густеть. Вы видите, как начало густеть. У вас тоже должно загустеть. Главное помешивайте. Сделайте маленький огонь. Если это на газу, то вообще очень-очень маленький. Если боитесь, то делайте на водяной бане. Но у меня никогда не подгорает. Может быть потому, что я делаю в стекле, я не знаю. Главное все время помешивать. Температуру вот здесь я поставила на четверочку. Но я даже не отхожу. Вот так вот со дна все время поднимаю эту помадку. Она уже, видите, какая густая. Но я еще помешаю где-то минутку и буду снимать. Все хорошо застыло. Посмотрите. Вот таким образом. Теперь сюда отправляем кусочек сливочного масла. Буквально чайную ложку. Все это размешиваем и даем этому полностью остыть. Оно должно быть холодное. Прямо, знаете, комнатной температуры. Понятно, что не с холодильника. Но оно должно быть не горячее. Потому что если мы горячее будем поливать творог, горячий шоколад пропитает вовнутрь весь наш творог. А нам не нужно, чтобы только сверху была помадка. Поэтому до комнатной температуры его нужно остудить. Прошло ровно 15 минут. Посмотрите, он такой, видите, упругенький. Посмотрите, какой он. Вот так отпрыгивает. Значит, он должен остыть. Его, в принципе, можно вынять из формы, можно оставить. Главное, чтобы он остыл. И мы сделали с вами помадку. Вот она еще горячая. Посмотрите, идет пар. Одно и другое должно хорошо остыть, чтобы мы начали соединять. Формочку, в которой запекался творог, нужно обернуть со всех сторон пищевой пленкой полностью, чтобы потом легко можно было вынять. Сюда выливаем половину нашей глазури, которую мы делали. Она должна быть остывшая, холодная, приблизительно на глаз. Вот таким образом. Посмотрите. Распределяем равномерно, потому что сейчас сюда будем отпускать творог. И потом уже распределить будет тяжело. Так, смотрите, вот так. Насколько это возможно. Освобождаем от бумаги для выпечки наш творог. Он очень хорошо отходит. Посмотрите, очень хорошо. Чтобы удобнее было всего переложить, я разрезаю на 2 части. Но, возможно, если вам помогут, в 4 руки переложить будет удобнее. Выливаем оставшуюся помадку сверху. И теперь смотрите, что нужно сделать. Нужно распределить помадку по всей, по всей вот так вот длине. Причем распределяю его в бока тоже. Посмотрите, вот так. Можно даже вот так вот немножечко придавить, чтобы он немножечко осел. Вот таким образом. Главное равномерно. Можно взять ложечку, помочь ложечкой. Можно взять ложечку, помочь ложечкой. Это очень вкусно. Это любят все и взрослые и дети. Делается это достаточно просто. Посмотрите, вот таким образом. Вот так. Немножечко еще подровнять, чтобы было ровно. Масло в помадке дает такую глянцевость. Видите, оно так хорошо, красиво блестит. Надеюсь, вам видно. Теперь отправляем это все в холодильник на часа два, как минимум, чтобы оно все хорошо застыло. Прошло два часа. Я только что выняла его из формы. Посмотрите. Когда в пленке, очень хорошо отходит. Посмотрите. Очень-очень хорошо, нигде не прилипает. Теперь его можно нарезать и подавать. Очень удобно. Если он постоит дольше в холодильнике, в принципе, вот эта вот помадка, как шоколадка, прям такая твердая, не будет. Поэтому, даже если дольше постоит, он все равно будет мягковатым. И мы будем нарезать. Нарезаю я всегда вот такими квадратиками, собственно, как было традиционно в том рецепте, где я его нашла. Вот так очень красиво получилось в разрезе. На заднем плане я порезала кусочками и выложила на тарелочки. Так что приятного всем аппетита. Это очень-очень вкусно. Это дешево. По вкусу оно напоминает чем-то чизкейк. Так что обязательно попробуйте. Такой вариант таких глазированных сырков ломтиками. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго. Пока.